наверно мы можем начать да уже можно здравствуйте уважаемые участники сегодняшнего мероприятия мы очень рады видеть вас в первую очередь я хотела бы поблагодарить лектора в сегодняшней онлайн лекции камерлана молдогазиева директора по глобальному партнерству и профессора школы государственной политики университета штата пенсильвания а также джилды сатарову соучредителя и менеджера global compass study abroad за поддержку инициативы посольства по организации онлайн лекции о возможностях поступления в американские университеты спасибо еще раз вам темирлан позвольте предоставить первое слово спасибо спасибо осель очень рад что такая возможность есть и меня зовут темирлан молдогазиев я профессор университета штата пенсильвания и давайте я наверно как бы такое широкое видение сделаю чтобы студенты могли увидеть вот каким образом какими путями уже 20 лет в америке я проживаю учусь и и работаю закончил я школу среднюю в городе каракол имени саталганова и на кыргызском языке после этого я приехал учиться в бишкек в славянский университет потом я перевелся в кгну государственный университет тогда был кыргызско-американский факультет который впоследствии стал аутса как бы в первый раз я в америку приехал в девяносто восьмом году по обмену на один год в региональный вуз и я хочу подчеркнуть еще раз региональный вуз это валдосте стейт на юге джорджии и этот университет для меня был очень даже хорошим тем что у них в университете не было было всего лишь 5000 студентов и иностранных студентов было очень мало поэтому нам приходилось со всеми общаться на английском языке соответственно быстро научились английскому языку также в классах было не более 10 15 студентов и преподаватели с нами проводили достаточно времени и это было для меня очень важно на первых порах чтобы именно не то что влиться в учебные процессы а понимать именно догонять других студентов в американском этом региональном вузе впоследствии я поступил на магистратуру в университете индианы и докторскую я сделал там же в той же школе и сегодняшняя встреча я думаю я буду называть встречей базируется на на опыте пятилетнем опыте в университете индианы где я работал в офисе по приему студентов и финансовой помощи как американских студентов так и международных студентов моя функция была писать коды статистические коды чтобы автоматически принимать студентов не рассматривая не вчитываясь в каждые документы я об этом еще расскажу если будут вопросы но вот в больших вузах как университет индианы и так далее прием принимается по алгоритму и не обязательно по скажем просмотру документов людьми которые читают скажем если 50 тысяч студентов хотят поступить в университет сдали свои заявки из них 5-7 тысяч студентов будут приняты и сами понимаете что такое количество документов просто невозможно человечески прочитать значит это вот хочу подчеркнуть разницу между региональным вузом где 5 тысяч студентов где каждый документ можно рассмотреть и такими вузами называются flagship главные вузы штатов пенсильвании где студентов может быть от 40 до 100 тысяч студентов в одном кампусе в одном университете также у меня есть опыт в приеме студентов на программу магистратуры университета южной каролины университета джорджии и университета пенсильвании вы наверное задаетесь вопросом если вы хотите учиться в вузах сша как выбрать вуз который вам подходит я хочу сразу же подчеркнуть разнообразие вузов сша их здесь несколько тысяч и в таком разнообразии нелегко разобраться мы все возможно слышали лигу плюща или университеты которые стоят в лиге плюща гарвард принстон юген и так далее но их всего 8 университетов я хочу чтобы если вот одна вещь которую я бы хотел чтобы вы запомнили это то что в университете намного больше университетов и возможно даже качеством намного выше чем те вузы которые входят в лигу плюща конечно если кто-то поступил гарвард желаю удачи у вас жизнь состоится будет очень хорошей пожалуйста старайтесь поступайте но есть сотни других вузов которые возможно качественнее или даже не отстают от университета гарвард значит как вот разобраться в этом разнообразии в сша есть 50 штатов и в каждом штате есть минимум один или два вуза которые являются главными они общественные публичные называйте как хотите но это большие вузы обычно в них от 15 до 100 тысяч человек есть частные вузы которые не финансируются из бюджета штатов например в нашем штате есть карнаги мэллон университета наверное вы слышали это частный вуз очень известен на весь мир инженерией медициной робототехникой и так далее и тому подобное также в сша особенно больших штатах есть сети вузов которые имеют филиалы в нескольких городах например в штате калифорния калифорнийские университеты вы слышали наверное про беркли но но такие такие же известные вузы такого же качества вузы есть калифорнийский университет в лос- анджелесе сан-франциско сан-диего сан-хозе сан-франциск сан-франциск я говорил санта-барва и так далее в техасе то же самое то есть не обязательно что в таких больших штатах будет один или всего два таких больших государственных вуза финансируемых из бюджета штата также хочу подчеркнуть что в америке существуют школы которые называются liberal arts universities в основном это маленькие возможно частные вузы где не больше 5 15 тысяч студентов они фокусируются только по образованию по направлению бакалавриатуры и чем они хороши в таких вузах в классах обычно всего лишь 10 20 30 человек и каждому студенту будет персональный подход от преподавателя таких вузах также бывает как бы более расширенный расширенная программа обучения где если человек идет в инженерию то в программе будет будут также классы по философии социологии этики и так далее как бы смысл таких университетов liberal arts colleges в том чтобы взрастить граждан которые участвуют в жизни помимо своей своей дисциплины вот именно как бы стараются в разностороннем порядке участвовать в жизни и развитии своего общества города штата и так далее что еще можно добавить слово колледж обычно людей застает врасплох само это слово как бы для меня ничего не значит потому что в колледже также могут быть степени бакалавра степени степени магистра а в некоторых даже степени докторские например бостон колледж это очень известный и довольно престижный вуз в городе бостон и слова колледж не обязательно подчеркивает скажем качество или узость как бы дисциплин которые существуют в этом вузе так что когда вы видите слово колледж не обязательно не уходите от этого университета лучше посмотрите что там преподается какое качество там академические программы и обычно вот в таком разнообразии где сотни очень хороших вузов вы видите карту перед собой надеюсь это как бы всего лишь 12 вузов в радиусе 150 километров от университета штата пенсильвания здесь может быть университет мэрилэнда в балтиморе есть джонс hopkins university очень известный частный вуз в вашингтоне есть джордж вошингтон юниверситет и так далее и тому подобное я вам советую посмотреть на юэс ньюс здесь есть ранги всех вузов в сша аккредитованных я подчеркиваю аккредитованных вузов потому что в америке есть также не аккредитованные частные вузы возможно они работают режиме онлайн возможно у них есть как бы физические знания где вы можете учиться но качество как правило в таких не аккредитованных вузах низкая оплата возможно намного ниже чем у аккредитованных вузов но сэкономить таким образом не получится по простой причине что работодатель возможно не будет заинтересован в степенях полученных не аккредитованных вузах так что это тоже на заметку и в юэс ньюс репорт есть ранги по всем направлениям по которым можно учиться социология политология экономика бизнес физика биологии так далее подобное то есть очень советую прежде чем выбирать или остановиться на определенном на плен списке вузов которые у вас есть посмотреть здесь и и увидеть именно ранги по направлениям в которых вы заинтересованы учиться потому что например если вы заинтересованы в развитии и вы выращивание морепродуктов рыбы и так далее то университет аляски наверное будет лучше или университет в штате гавайи будет лучше для этого если вы заинтересованы разработки минеральных ресурсов нефтедобычи природных ресурсов и так далее я бы посоветовал посмотреть в университет в университеты северной дакоты или южной дакоты возможно техаса и так далее то есть здесь нужно именно знать не только сколько вузов в америке находится но каких направлениях они считаются сильными по сравнению с другими вузами существующими в сша я здесь еще одну вещь хочу подчеркнуть что мы не будем затрагивать программы американского правительства которые сейчас существуют для граждан кыргызстана для этого посольстве сша здесь бишкеке кыргызской республике есть своя страничка я рекомендую туда посмотреть там очень много видео и материалов для вас если вы заинтересованы именно в учебе сша через гранты и программы американского правительства также в целом то что мы будем рассказывать и рассказываю сейчас больше всего наверно применимо к степеням бакалавра и в меньшей степени на степени магистра докторские так далее я надеюсь что в будущем у нас будут другие такие встречи где мы сфокусируемся именно на этих направлениях а сегодня просто такой широкий обзор также хочу отметить что если вы заинтересованы в медицине или юриспруденции то в америке это эти программы эти школы принимают после степени бакалавра то есть это как бы считается профессиональным профессиональной степенью где уже студенты приходят с определенными навыками полученными бакалавра туре также хочу отметить что школы бизнеса и менеджмента у них есть еще дополнительные и свои правила куда студенты обычно поступают напрямую как правило когда человек поступает в американские вузы он просто поступает в вуз и первый год-два учится и учится на general education класс называется это такие классы которые должны все студенты вне зависимости от от факультета пройти и получить хорошие оценки потом после первого-второго курса уже можно выбирать факультеты и направления которые интересуют студента и последнее наверное не наверное точно мы не будем затрагивать федеральные вузы сша это обычно военные вузы такие как west point navy и так далее для этого есть коллеги которые там работают я думаю в будущем мы можем их позвать чтобы они поделились более детальной информацией о том как поступить такие федеральные вузы на этом что нужно для поступления скажем вы решили учиться в вузах сша для поступления вы должны начать весь этот процесс за год до того когда вы хотите начать свою учебу например сейчас в июле пока еще рано поступать но для поступления на осенний семестр 2022 года вы уже должны в октябре этого года весь этот процесс начать и этот процесс и я советую начать это чем раньше тем лучше по некоторым причинам которые я сейчас объясню во первых для иностранных студентов нужно будет писать той и если у вас хороший той фол и без него к сожалению во многие вузы нельзя поступить то то поздравляю вас а если нет то вам наверно придется один два три раза постараться чтобы получить минимальный балл обычно минимальный балл зависит от университета но обычно около 80 points очков по компьютерному тесту а и лтс это также тест на знание английского языка он он обычно для английских вузов в сша он принимается минимальный балл шесть и с половиной или семь то есть вам очень как иностранному студенту вам очень важно начать чем тем чем раньше тем лучше во вторых во многих вузах срок подачи заканчивается где-то в ноябре или в декабре и и конечно некоторые вузы возможно вам дадут вам дадут возможность сдавать свои документы и после этого но после официальных дат все гранты по финансовой помощи возможно уже ушли то есть если вы надеетесь получить финансовую помощь от университета то уже довольно поздно то есть я вам советую очень детально с большим вниманием прочитать все правила для приема или сдачи документов иностранных студентов и и подать все свои документы не в день когда вот финальный день а по крайней мере на два-три месяца вперед вы будете впереди всех если если дата официальная 1 декабря то вы должны к первому октября уже все документы сдать это очень важно для чего финансовая помощь будет уже распределяться скажем если 1 декабря это последний срок то 2 декабря в 7 утра финансовая помощь автоматически уже будет распределяться всем студентам кто успел к этому сроку то есть обязательно в календарях держите эти даты значит тойку а и лтс для иностранных студентов также есть стандартизированные тесты сайте и сети это тесты для всех выпускников школ в сша я так понимаю в кыргызстане есть примерно такой же тест который все выпускники сдают кстати если вы такой тест к кыргызстане сдали обязательно если он у вас высокий обязательно в своем эссе об этом напишите что у вас один из высоких результатов по тестам в кыргызстане но к сожалению во многих вузах нужно сдавать сайте и сети это довольно на мой взгляд сложный тест для иностранных студентов он сложен тем что возможно математику вы сдадите хорошо но вот английский там эти тесты и вопросы на носителей языка если у вас результаты английского языка на сайте и сети невысокие скажем в радиусе 50 процентов то как бы не огорчайтесь сразу вы можете это заменить своими баллами от тестов TOEFL или IELTS то есть если у вас TOEFL на 90-99 процентов из существующих баллов то американский вуз который рассматривает ваши документы он увидит что да вы иностранец математику вы хорошо написали английский вы не носитель языка но TOEFL показывает что как иностранный студент задающий тест для иностранных студентов у вас TOEFL или IELTS высокий так что старайтесь получить баллы чем выше тем лучше к сожалению во время подачи документов решение вообще открывать ваш пакет и рассматривать ваши документы как бы принимается только после того как вы эти тесты сдаете к сожалению то есть есть галочка скажем что иностранный студент подал все документы кроме TOEFL и кроме SAT к сожалению этот пакет еще нельзя открыть это не полный пакет но существуют вузы и обязательно посмотрите опять таки на страничку по приему иностранных студентов где они по крайней мере в последнее время во время пандемии могут написать что в этом году или следующем году SAT мы не будем рассматривать то есть это хорошо с моей точки зрения можно и деньги сэкономить и сфокусироваться на других аспектах ваших документов это такие автоматические стандартные моменты давайте поговорим про транскрипты транскрипт это ваши оценки со школы или если вы уже студент с вашего вуза я советую если ваш транскрипт на русском или на кыргызском языке или на турецком языке возможно держать языка в оригинале то есть если на русском обязательно сдавайте эти документы на русском не переводите перевод возможно будет сделан тем вузом который запрашивает такие документы или они же напишут что плюс к оригиналам вы также должны подавать переводы насколько я помню переводы могут быть как и профессиональных агентствах так 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 и студентам сделаны в вольном формате есть люди которые все равно это посмотрят и проверят в америке еще есть существует такой документ или даже не документа практика где школа или преподаватель пишет письмо и и в этом письме указано какое место у студента при окончании школы скажем если в классе у вас 30 человек что этот студент был первым из 30 или пятым из 30 такое письмо показывает что помимо ваших оценок по отношению к другим ученикам вашей школе вы были там пятерки лучших или десятки лучших если вы можете такое письмо получить если даже университета этого не просит я советую такое письмо прикрепить к вашим документам academic records вот здесь к сожалению я очень часто вижу что пакет иностранных студентов чуть-чуть хромает значит академии академик рекорд что сюда входит помимо вот этих транскриптов оценок и письма от учителя сюда входят документы или эссе о том что человек студент подающий абитуриент сделал помимо образовательных программ своей школе здесь очень важно например если вы волонтерствовали в какой-то программе если у вас есть как какое-то хобби где вы очень больших высот достигли если вы спортсмен если вы скажем не знаю помогаете другим ученикам в вашей школе заданиями и так далее то здесь показывает что помимо того что вы хороший студент вы еще и хороший гражданин и хороший человек а хороший гражданин и хороший человек в вузе очень нужен потому что студенческая жизнь помимо учебы также в себя включает и многие программы в университете для для того чтобы сделать жизнь яркой чтобы люди получили и нашли друзей на всю жизнь и так далее подобное то есть здесь как бы много много направленности существует американских обязательно если вы еще не волонтерствовали советую это сделать этим летом пока еще тепло потому что в октябре и ноябре когда будет холодно и дожди будет поздно как минимум возьмите мешки и сходите местный парк и соберите мусор как минимум рекомендательные пицца письма рекомендательные письма они очень важны и зачастую они очень важны не только для поступления а для финансовых грантов и наверное они даже важнее для финансовых грантов так что здесь не надо ссылаться на какие-то шаблоны какие-то такие базовые одностраничные письма рекомендательные нужно я советую это сделать на на том языке на котором ваши учителя или преподаватели работают и могут хорошо написать письмо последствия которые вы можете перевести то есть это письмо должно раскрыть почему вы готовы к вузу что вы хотите достичь вашей жизни почему этот преподаватель или или учитель считает что вы сможете этого достичь потому что помимо оценок есть моменты такие психологические человека эмоциональные которые вот такое рекомендательное письмо может раскрыть и показать также если например в америке в американских вузах очень часто есть гранты о нужде и об этом мы затронем чуть позже если у вас семье есть какие-то такие моменты что несмотря на них все равно все преграды могли преодолеть несмотря на нехватку ресурсов какие-то жизненные большие потрясения чтобы все таки смогли хорошо закончить университет это показывает что у вас характер очень сильный и в америке в чужой стране вы сможете спокойно стать хорошим студентом и закончить так это вот важные моменты джил тыс я ничего еще не упустил здесь вроде самое основное вы сказали причем очень подробно хорошо спасибо значит следующий тогда финансовые вопросы и работа и кстати если у вас будут вопросы в чате уже можете записывать или когда мы придем вопросам к вопросам вы их спросите все что я сейчас рассказываю это с точки зрения американского вуза и возможно для человека который в первый раз все эти вещи слышит довольно сложно сложно понять разница довольно большая между поступлением вузы кыргызстана и в американские вузы и джилдис как раз из global compass она занимается именно тем что помогает людям разбираться вот в этой всей суматохе и у нее опыт именно помощи студентам с кыргызстана поступление американские но она об этом сама расскажет финансовые вопросы давайте вот самый главный момент наверно сторону сразу уберем можно ли работать будучи студентом в сша и вопрос очень простой то есть ответ очень простой нет нельзя то есть человек который приходит учиться в сша у него студия студенческая виза она не рабочая виза не бизнес виза главная причина вашего приезда в сша это учеба и вы должны учиться но есть такое правило что до 20 часов в неделю вы можете подрабатывать в университете самом университете работа за пределами университета к сожалению запрещена она нелегально и если студент работает нелегально то как бы это такой студент нарушает законы сша я этого не советую но 20 часов в неделю можно работать в университете студенты работают в кафетерии библиотеки в разных институтах работают с другими студентами или работают с преподавателями с профессорами и тогда и тому подобное такие такие возможности обычно на странице каждого вуза где есть реклама реклама анонсы о существующих вакансиях и вы просто подаете как все студенты резюме и так далее то есть работать официально нельзя летом если во время каникул если вы нашли работу по своему направлению именно по дегре психолог по психологии себе экономист по экономике если такой широкий спектр социальных наук я думаю везде можно найти работу то до 40 часов можно работать так но какие же есть подходы к решению финансовых проблем университетов самих существует несколько видов грантов несколько видов финансовой помощи merit-based как я вначале уже подметил merit-based это пока экономическим заслугам если у вас оценки высокие в кыргызстане по моему до сих пор пятибалльная система до 5 из пяти если у вас оценки 5 из пяти то это хорошо если тариф у вас 99 процентов из из 100 возможных это это хороший процент если у вас эти 95 и выше существующих баллов хороший результат то есть с такими данными для офиса по приему студентов очень хорошо работать то есть автоматически выдается merit-based scholarship по достижениям и эти 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 деньги распределяются вне зависимости от гражданства или от того что студент из штата где вуз находится или нет это я про государственные вузы говорю в частных вузах обычно оплата для всех одна и та же и там распределение опять таки идет вот по таким показателям нет без там уже чуть сложнее здесь нужно сделать очень как бы емкую работу и найти те гранты которые подходят для вас если вы например интересуетесь в антропологии какого-то определенного региона там возможно есть в этом университете факультете scholarship grant где вы объясните почему у вас нет ресурсов но почему вам нужно дать возможность обучиться и как вы потом вернете обществу тот долг который вам сейчас дают так что правила здесь будут своеобразные для каждого гранта и здесь нужно будет достаточно хорошую работу провести и как раз здесь нужно нужна помощь людей не только как вот в кыргызстане global compass но и самом университете есть офис по финансовой поддержке где вы обязательно позвоните узнаете помните я говорил что нужно документы сдавать за два-три месяца вперед до официальной даты почему потому что если вас приняли вуз и не дали мэри дэйс кошек то есть по академическим заслугам то у вас есть хорошее количество времени два-три месяца найти ресурсы в другом месте если в том же вузе через не дэйс кошек по финансовой нужде или же по международным организациям по неправительственным организациям и если вы здесь в кыргызстане возможно там ротор и клуб не знаю овесай до сих пор сколдшипы выдает или нет и я например видел несколько раз как люди краудсорсинг сделали что вот поступили в гарвард или стэнфорд и нужно 50 тысяч долларов и на самом деле люди таким успешным студентам которые поступили достаточно денег собрали всем миром чтобы такой студент поехал учиться в хороший вуз также как бы такое наверное более новое направление финансовой поддержки это дайверс эти грантс называются то есть вузы стараются частные государственные маленькие большие они считают они стараются чтобы студенты у них были с разных стран с разными исповеданиями с разными политическими взглядами и так далее и тому подобное с разными экономическими показателями и и это делается не только что для того чтобы университеты свою миссию выполняли где нужно доступ к образованию открыть для всех граждан независимости от того кем они являются но в последнее время ранги университетов зависит от того насколько в них многообразие студентов то есть здесь именно посмотрите какой вуз вы подаете и грубо говоря с центральной азии и скажем с постсоветского пространства сколько у них студентов если много то шансы на дайверсити у вас маленькие если мало то большие значит work tuition reimbursement что это такое таких университетов к сожалению мало в сша это берия колледж один из примеров в штате кентукки здесь студенты которые поступают на бакалавра им дают работу работать в университете то есть все студенты работают и за эту работу они получают стипендию и оплату за обучение то есть течение четырех лет студент не только учится но и на работает сам университет полностью большой мере управляется студентами таким образом другой вид грантов это sports based если вы очень хороший атлет играйте на теннисе играйте в теннис то есть вы футболист баскетболист и так далее и вы занимали призовые места на уровне области на республиканском уровне если вы мастер спорта каком направлении то у вас очень хорошие шансы получить гранты четырехгодичные для обучения в таких вузах вот для примера я скажу была студентка до сих пор есть в нашем вузе из украины она была в сборной украины по метанию копья чемпионом европы конечно для нее четыре года обучения в нашем вузе было бесплатно к тому же таких таким студентам дают дополнительно людей которые им помогают учиться задание вовремя сдавать им дают стипендию на покупку книг и тогда это очень хорошие гранты если вы хороший спортсмен хорошо какие еще есть подходы помимо этих к сожалению образование в сша очень дорогое вот в нашем вузе для бакалавра для иностранных студентов только за обучение 48 тысяч долларов в год что с этим поделать многие студенты даже вот из нашего штата для которых обучение всего лишь 20 тысяч что они делают они учатся в региональном вузе или в техникуме грубо говоря где образование всего двухгодичное комьюнити колледжи и довольно много комьюнити колледжи в которых очень хорошее образование вот например в нашем университетском городке где вуз и 60 тысяч студентов есть комьюнити колледж в том же городе где 2000 студентов там преподают ту же микроэкономику тоже введение в социологию тоже введение в историю сша но обычно за 45 45 раз дешевле то есть имеет смысл если у вас такая возможность есть либо получить год-два обучения вот таких вузах потом перевестись кстати переводиться из вуза вуз в америке довольно легко не надо подавать вступить на экзамен хорошо другой подход который я вижу очень часто делать иностранные студенты сейчас существует вузы у которых есть программа который называется 2 плюс 2 или 2 плюс 3 например студент из аутса или студент из университета гонконга может обучить отучиться два года в том вузе за ту цену которая там есть насколько я понимаю и в аутса и в университете гонконга обучение примерно одинаковое 7000 долларов в год проживание возможно дороже в гонконге но после двух лет такой студент может перевестись в американский вуз у нас есть такая программа получается вместо 48 тысяч в год человек заплатил 7 тысяч в год 14 тысяч за два года помимо этого кстати если вы заинтересованы кроме бакалавра потом сразу на магистратуру пойти есть программа 2 плюс 3 у нас такая программа есть где человек отучившись два года где-то за рубежом приезжает к нам два года до приезжает к нам и два года доучивается бакалавра у нас и в третьем году получает магистратуру то есть вместо двух лет магистратуры учатся всего один год то есть есть такие варианты где можно сэкономить деньги я очень даже советую посмотреть на такие программы если вот я вам честно скажу как гражданин кыргызстана не профессор пенсильманского университета штата пенсильвания все вот эти вводные курсы введение в историю введение математику введение в экономику они все одинаковые где бы их не преподавали они такие же и славянском университете и волца и в казгу и так далее и тому подобное то есть я вам очень советую этот первый год хорошо посмотрите но если вы смогли поступить в американский вуз и у вас есть ресурсы или выпал могли смогли найти или решить финансовые вопросы обязательно конечно учитесь в американских я ничего не забыл думаешь всего рассказали тут единственно вопрос поступил комментариях хорошо вопрос поступил здравствуйте может посоветую университет с направлением менеджмента и бизнеса ярко най спрашивает я вам советую пойти на эту страничку юэс ньюс про который я рассказал я сейчас ссылку сюда сброшу где есть ранги по менеджменту и вы увидите десятку лучших вузов по менеджменту сотню лучших по менеджменту и конечно посмотрите где он находится в каком штате какая цена какие вопросы именно по менеджменту вас интересует вы вы хотите управлять малым бизнесом большим бизнесом финансы бух учет supply chain называется то есть вы обязательно посмотрите на эти вопросы просто так сказать что десяток лучших в вузах это вот именно вот эти я бы не хотел вот такой у меня не полезный может ответ но очень честный ответ я уверен что есть она что вузы переводческого дела существует конечно есть много языков я так понимаю с кыргызского с русского на английский или на испанский если на испанский то вузы на юге сша они довольно будут хорошими потому что испаноязычное население там большое и существует вузы где переводческое дело они специализируются по европейским языкам по по тюркским языкам по славянским языкам и так далее я так понимаю вам нужно будет смотреть на факультет или школы по лингвистике и языковедению и там обычно есть translation и language translation называется программа хорошо еще вопрос расул спрашивает где можно посмотреть вузы в который можно пустить грандом кр если еще не определился с направлением это хороший вопрос и вопрос ответ на него довольно легкий почти все вузы принимают в университет как бы в широком плане вы поступаете в университет и отучившись год или два только тогда выбираете ваше направление то есть вы смотрите какие классы например гуманитарные направления эти точные науки компьютерные науки берете класс 2 смотрите нравится ли это вам и отучившись год-два вы поймете что для вас важно что вы хотите изучать и тогда вы можете выбрать вуз к сожалению такого не существует обычно не существует для программ по бизнесу антиклер медиа называется максат здесь подсказывает антиклер или джиннел ладью кейшн джиннел лыбрала джиннел social sciences джиннелл сайенс из названий много я спрашивает я слышала что за просмотр вашего документа университет нужно платить 80 100 долларов есть способы не платить эту сумму да и возможно сумма не 80 и не 100 возможно уже 200 или 300 то есть посмотрите обязательно на их странице эта сумма да действительно для того чтобы нанимать людей и финансировать технику которая именно помогает офису по приему студентов работать с десятками тысяч заявлений если в вузе например как в моем вузе 60 тысяч студентов то есть первокурсников обычно около десяти тысяч если мы берем 20 процентов из заявок то это десятки тысяч людей действительно здесь большие огромные ресурсы если способы не платить эту сумму обычно есть обычно есть обычно вы когда подаете документы там должен быть email или телефон и вы им пишите объясняете свою ситуацию там обычно есть страны из которых студенты подающие могут получить такой мини-сколлэшип называется но обязательно спросите в тот университет куда вы подаете как бы mini need based scholarship называется так расскажите про обучение бестойфл и айлтес к сожалению бестойфл и айлтес очень мало где можно учиться но если вы приехали скажем если какие программы доуниверситетские шестимесячные годичные курсы по обучению языка они стоят кстати довольно сравнительно дешево скажем 5-6 тысяч за четыре месяца по окончанию которого вы сдаете тесты в том же вузе у каждого вуза обычно свой тест и вас сразу зачисляет на первый курс в этом вузе также кто может не писать тойфл или айлтес если вы получили свое школьное образование в стране где английский является официальным сожалению кыргызстан не официальная не является страной с официальным английским языком даже если вы закончили англоязычную школу здесь в кыргызстане я так понимаю есть несколько школ где обучение происходит на английском языке к сожалению вам все равно нужно писать тойфл или айлтес хорошо руку подняли руку так аслан здравствуйте да вот я учусь в крысу через мне остался год то есть я закончил третий курс мне остался четвертый на бакалавр могу ли я поступить на магистратуру в америке то есть продолжить свое обучение грубо говоря уже в америке ближе придется начинать грубо говоря самого начала нет не придется если вы получите степень бакалавра из славянского университета я так понимаю и со всех вузов вы спокойно можете поступать в вузы на степень магистра все наши вузы аккредитованы не признаются ваш диплом будет считаться доказательством что у вас есть степень бакалавра единственное в отличие от поступления на бакалавра вам нужно будет писать тест для graduate schools на уровень магистры это обычно GRE или GMAT многие вузы кстати сейчас дают возможность сдавать документы без GRE и GMAT так что посмотрите какие там правила есть вот один вопрос есть я сейчас на него отвечу и дадим возможность джилдис рассказать как помощь здесь бишкеки происходит для тех кто желает учиться и поступать в американский вуз вопрос после обучения в вузе сша возможно ли взять гражданца и в дальнейшем работать по профессии как бы быстрый вопрос нет гражданство нельзя взять сразу после окончания вуза но если у вас если вы смогли найти работу после окончания магистра и ваше направление востребовано например как IT как там artificial intelligence искусственная интеллект искусственный интеллект спасибо и вас взяли на работу то работодатель вам делает специальную визу по которой вы можете работать какое-то количество времени обычно от трех до шести лет после того как вы получаете такую визу рабочую вы если докажете что ваши ваше образование нужно и важно для экономики сша то вы можете получить грин карту по работе есть такие пути этот путь очень долгий длится годами иногда даже десятилетиями и в конце концов после того как вы получаете вы можете получить гражданство сразу после обучения вуза гражданцев получить нельзя я передаю вам я добавлю еще вот ответ на вопрос конкретный этот есть сейчас скажем так сша вообще в целом очень сильно продвигает стэн направление и если вы закончили одно из стэн направлений и неважно бакалавра и магистратура у вас есть право получить рабочую визу да на опти опти это optional practical training это то что дает вам возможность как раз таки после учебы остаться и поработать по специальности но вы не можете работать там таксистом да еще кем-то у вас ваша работа или практика она должна быть именно связана с вашей специальностью и вот это у пяти дает возможность как раз таки вам приобрести во первых контакт с работодателем да опыт чтобы в дальнейшем уже сделать себе рабочую визу так мы сейчас тогда поделюсь своими тоже слайдами расскажу о том как с нашей стороны проходит поддержка студентов которые планируют учебу в сша так ну немножко себе меня зовут джилдис сатарова я международный сертифицированный консультант по образованию за рубежом это значит что я прохожу специальное обучение по разным направлениям я специально оплачиваю за это обучение что очень важно потому что даже подготовка таких специалистов как нас да то есть это требует вложений и прохожу обучение в по разным странам по у разных организаций да например вот я проходил обучение в teacher's college columbia university это было все конечно онлайн потому что поехать туда было бы дороже и сложнее да потому что у меня тут работа полного дня и уехать и отлучиться на какой-то период было бы сложнее и на данный момент я еще прохожу обучение в юси лэй экстеншен по как тоже по консультированию студентов по поступлению сейчас дюкейшн юсэ в кыргызстане тоже открыл курс для местных консультантов по образованию и тех кто в школах консультируют и те кто там частных компаниях для консультантов кыргызстане и сейчас вот как раз таки я буквально вчера завершил этот курс и соответственно как бы я планирую что по этой линии как раз будем проводить еще дальнейшие мероприятия так чтобы как бы с экономить все время постараюсь ускориться так как мы помогаем с поступлениями ну вот по всем пунктам которые сказал как раз таки вот профессор разгозеев то что вот все по всем пунктам мы помогаем студентам самое главное наверное это вот справиться со временем да потому что будет очень много дедлайнов, очень много разных списков, вузов, документов, и в этом мы помогаем студентам. То есть мы составляем план, мы составляем календарь, чтобы не упустить ни один из дедлайнов, ни один из сроков. По каждому студенту у нас есть отдельная как бы и папка, и таймлайн, и мы напоминаем студентам, если студент что-то может забыть, потому что у студентов своя какая-то жизненная, то есть то клубы, то учеба, спорт, еще что-то, и бывает, что какие-то моменты могут выпасть, потому что у нас еще шквал информации, который у нас со всех экранов. И это наша работа, то есть напоминание и держать руку на пульсе. Мы обязательно составляем список вузов по критериям, потому что не бывает, вот у нас приходят студенты, спрашивают, куда вы посоветуете нам поступать, куда чаще всего поступать студент, это такой вот очень популярный вопрос. Вузы разные, у нас нет таких вот типа шорт-лист, да, вот там топ-3 или 5, поступайте туда. Студенты у нас поступают в разные вузы, потому что у всех свои какие-то приоритеты, да, кто-то хочет жить в большом городе, кто-то хочет жить, не знаю, в Калифорнии, силиконовой долине, у кого-то родственники там где-то, я не знаю, во Флориде, кто-то хочет жить только в теплом штате, кто-то не хочет вообще жару. У всех свои какие-то вот эти вот предпочтения, и мы подбираем им согласно разным критериям. Бюджет обязательно, да, то есть входит в этот критерий, потому что стоимость вузов в США, она огроменная, то есть это может быть, если мы рассматриваем комьюнити-колледж, от 8, то 10 тысяч плюс, и есть вузы, которые 70 тысяч в год, да, поэтому мы, бюджет, это вот один из, наверное, важнейших критериев. Также помогаем собрать и отправить все необходимые документы, это может включать всякие формы, да, США, вообще в целом вузы, они довольно бюрократичны, они требуют подписанные какие-то формочки онлайн, если вы на финансовую поддержку подаете, то это CSS-формы, это International Student Financial Aid-формы, это аппликационные формы, иммунизационные формы, медицинские, и т.д. и т.п. То есть их очень большое количество, и нельзя упустить какой-то из них, плюс если вам нужно еще пройти какое-то там пробное тестирование на ваш уровень математики, чтобы проверить, какие предметы вам нужно регистрироваться, да, то есть куча-куча деталей, которые студент, точнее вот школьники, пока еще не поступили, пока еще не уехали, могут просто и пустить из виду, и мы со всем этим помогаем и ведем наших студентов, чтобы все успешно и вовремя было сделано. Мы помогаем сдать тест по английскому языку, это может быть TOEFL или IELTS, принимают также некоторые вузы, не все, но некоторые Дуолинго, на сайтах, университетах обычно есть целый список, да, всех тестов, которые они принимают, но у нас в Кыргызстане можно сдать официально TOEFL, IELTS, Language Cert, который тоже, кстати, мы тоже можем регистрировать и проводить, и Дуолинго, соответственно. Мы помогаем зарегистрироваться на этот тест, потому что бывает, что студенты не могут регистрироваться, либо у них нет карточек, да, для оплаты онлайн, потому что зачастую еще нужно платить онлайн при регистрации. И если это Дуолинго, у нас были случаи, когда студенты сдавали по нескольку раз, потому что кто-то, видимо, читил, да, кто-то, видимо, что-то, что-то, то, что Дуолинго может сдать дома, и мы в таких случаях тогда запираем студенту на в кабинете, все убираем, и студент сдает у нас элементарно в офисе, и таким образом тоже помогаем студентам. Студенту то, что платят разные, да, у каждого свой случай, и, соответственно, у каждого студента у нас свой индивидуальный подход. Как мы помогаем написать мотивационное письмо? Это тоже популярный вопрос. Нам говорят, там, скиньте нам шаблоны, или говорят, а почему вы не пишете мотивационные письма? По принципу мы не пишем эти письма, пишите эти письма вы, и мы сразу проверяем письма, которые написаны, и очевидно, там, допустим, скатанные с интернета, да, мы его проверяем и скидываем студентам на проверку плагиата, и, соответственно, студентам приходится переписывать. Иногда мы заставляем студентов сидеть прямо перед нами и писать в офисе. Но мы проверяем, мы, конечно, чистим вот в плане вот грамматических ошибок, да, мы просим, допустим, добавить где-то информацию, где мы видим, что есть какая-то интересная история, но недостаточно раскрыто. Либо мы просим удалить какую-то часть, которая нерелевантна. То есть в этом плане, вот так мы и помогаем. Именно с мотивационными письмами, потому что мы понимаем, что студентов мыслей очень много, и сложить все, а если там есть лимит, 500 или 700 слов, то студенты, конечно, тогда теряются. И, соответственно, таким образом мы как-то их направляем, да, в том, чтобы они могли все свои мысли вместить в ограниченное количество слов. Как получить рекомендательные письма? Здесь тоже у нас методика по тому, как подойти правильно преподавателю, как правильно попросить, либо как подготовить черновик так, чтобы преподаватель согласился со всеми утверждениями, которые вы написали в рекомендательном письме, отредактировал и, соответственно, подписал. Потому что очень часто студенты приходят к нам с проблемой, то, что говорят учителя им, напишите, мы подпишем, да. И бывает, что студенты опять же либо с интернета скатывают, либо пишут себе там оду похвалы, и вот как бы очень интересные получаются кейсы. И здесь мы тоже приходим в помощь, редактируем обязательно, то есть и очень детально все перепроверяем по поводу того, что действительно ли, ну, допустим, есть ли какое-то утверждение факта, да, то есть мы перепроверяем этот факт, насколько, ну, какой там был случай, да, то есть для того, чтобы опять же убедиться в аутентичности, в общем, фактичности этих рекомендательных писем. Некоторые вузы, кстати, требуют еще эвалюацию вашего аттестата, то есть это специально нужно будет аттестат брать и отправлять в организацию, их США, где-то две или три, и есть вузы, которые требуют конкретно определенную организацию, либо говорят, что нужно в любую, и, соответственно, мы помогаем тоже с этим процессом, потому что это тоже и платные требуют отправки документа. В вузах, если есть финансовая поддержка, мы тоже помогаем с подачей на поддержку, если она доступна для иностранных студентов и если успеваем по срокам. Еще очень важным процессом, да, после поступления, это именно получение учебной визы, то есть здесь мы помогаем комплексно, мы готовим и к интервью, проверяем все документы, записываем на визу и помогаем заполняем анкеты для того, чтобы студенты не совершили где-то там какую-то ошибку, да, потому что даже то, как вы заполните анкету, очень важно и будет играть большую роль уже при собеседовании в консульстве. После получения визы, соответственно, помогаем подготовиться к учебе, потому что когда вы переезжаете, вы меняете страну, вы меняете свое окружение, вы полностью меняете то, и вам приходится адаптироваться, да, под то место, куда вы поедете, соответственно, вам нужно понимать, что, допустим, США это страна, где очень много правил, нарушения чего, возможно, ударит вам по карману, мы говорим о каких, ну вот, допустим, необходимых вам средствах, которые нужны будут на первое время, плюс, к примеру, такие вещи, как вот страховка, да, она обязательно, плюс, если у вас нет прав, то, соответственно, говорим, пока есть время, отучитесь на права здесь, и со временем вам все равно в США придется пересесть на машину, потому что это страна автомобилей, там, к сожалению, городской транспорт не так развит, и очень многие, по сути, передвигаются на авто, ну, и если вдруг бывает такое, что, да, студентам бывает отказывать в визе, или студент, ну, я не знаю, по какой-то причине не поступил, зависит тоже от того, конечно, в какой вуз подавал, как подавал, бывает, что студент подал сам документы, потом пришел к нам с проблемой, говорит, что ему сам не смог поступить, что мне делать, вот, кейсы разные, поэтому мы стараемся оценить полностью весь пакет документов, то есть, что было подано, как было подано, если есть возможность переподачи, то мы делаем переподачу, да, либо в вуз, либо на визу полностью после изучения, там, и причин отказа, либо мы предлагаем альтернативный вариант, это вот обучение в другой стране, либо есть возможность тоже начать учебу онлайн, чтобы потом подать позже, да, чтобы действительно доказать, что вы хотите ехать учиться в США, и то, что, ну, отказ там не преграда, да, скажем так, либо есть возможность, вот как тоже упоминали по, в пункте про как сэкономить, скажем так, средства на обучение в США, это остаться, допустим, на родине и подать попозже, да, либо на программу по обмену, либо подать на перевод, либо уже закончить здесь первое высшее образование, поехать уже на магистратуру, например, в США. Ну, как я сказала, вы можете обращаться к нам, если у вас какие-то будут вопросы, здесь контакты, в принципе, наши все указаны, работаем из 2015 года, и очень много историй студентов повидали, и отправили студентов в разные страны, включая США, как я сказала, нету, не бывает идеальных вузов для всех, у каждого свой должен быть, как говорить, right fit, да, и, соответственно, если у вас есть вопросы, то буду рада ответить. Спасибо, Джилдес. Спасибо большое, Джилдес, Кемерлан. Я думаю, очень была полезная лекция, не только для студентов, а даже для меня. очень много интересных моментов узнали, поэтому, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, можете задать онлайн или написать в чате, это хорошая возможность исчерпать, получить ответ, исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Еще могу добавить, вот по вопросам, которые были заданы ранее, а просто с опыта, да, вот, например, вот вопрос был, расскажите про обучение Бестойфел Айлс, есть вузы, чаще всего, конечно, комьюнити-конджи, которые пишут у себя на сайтах, что могут принимать студентов Бестойфел без Айлс. Теоретически это возможно, потому что они подразумевают, что студент, если не хватает английского, они добавляют часы по английскому языку, но это сложнее для визы, то есть потому что нужно действительно в консульстве уже показать, что есть адекватный уровень английского, потому что интервью будет вестись на английском языке, и, соответственно, бывают студенты, которые говорят, ну я же могу же поступить и могу пройти интервью на русском языке. Теоретически да, но консул скорее вам откажет, потому что нужно показать, что вы поедете действительно учиться, а как вы будете учиться, если у вас не будет английского языка. Соответственно, сертификат ТОФИЛ Айлс это тому подтверждение, что у вас есть определенный уровень. Я хочу подчеркнуть, что если в первый раз не получилось, получится второй, третий, четвертый раз. Наверное, в начале, вот как ученик средней школы, я, наверное, лет пять подряд подавал, пока что-либо получилось. То есть, всегда для тех, у кого есть цель, и они работают в направлении к этой цели, то получится. Если вас не принимают в тот вуз, куда вы хотели, а получается в другой, тоже не беда. Это очень хорошо. Я вот хочу подчеркнуть, университет штата Пенсильвания меня не приняло как студента бакалавра. Я сюда подавал. Этот университет меня не принял на докторантуру, потому что сказали, что критерии я их не устраиваю. Но, в конце концов, я здесь. И я хочу сказать, что если у вас есть мечта, старание, оно у вас всегда получится. Работайте в этом направлении. Есть ли у нас еще вопросы? Если вопросов нет, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи, я еще раз хочу поблагодарить лекторов за то, что уделили время, посвятили нам свое драгоценное время и ознакомились с такой полезной информацией. Я уверена, что очень многие получили ту информацию, которую искали, нашли. И будет возможность, вы всегда можете обратиться нам или лекторам по каким-либо вопросам относительно обучения, относительно поступления. Я надеюсь, что сегодняшнее наше мероприятие принесло пользу многим студентам крыгызским, кто стремится к обучению профессиональному, то есть росту. Я желаю всем вам дальнейших успехов в работе, в учебе. И я надеюсь, что прогрессивная молодежь будет стремиться к своей мечте, достигать, добиваться таких высот, как сегодняшние лекторы. Мы очень вами гордимся. Монтин Мерлан и Джо Дэс, еще раз вам спасибо. Хорошо. Здесь вот пару маленьких моментов. Спасибо посольству США, что организовали такую лекцию. Я надеюсь, будет больше таких, более детальных по разным направлениям. Спасибо, Асель. Нам тоже очень понравилось. Здесь Чулкон спрашивает координаты, куда можно обратиться с вопросами, если возникли. Наверное, можно обратиться в Global Compass, да, к вам? Да. Вот телефон. Осмон спросил, можно ли студентам в старшей школе, если в Америке было, это high school получается, есть ли более высший шанс? Скорее всего, нет. Но то, что вы учились в Америке, вам позволит, наверное, сдать лучше TOEFL. В некоторых штатах, из-за того, что вы закончили American High School, возможно, TOEFL даже уберут. Но тесты, как SAT и ACT, вам все равно, скорее всего, придется сдавать и соревноваться с другими американцами. Засчет того, будет ли более высший шанс, скорее всего, нет, потому что вы все равно соревнуетесь со всеми поступающими. Там еще в американском куррикулуме есть AP-предметы, и вот на это тоже обращают вузы внимание. Если вы их берете и сдаете успешно, то как бы шансы есть все зависит от ваших данных, какие у вас предметы, какие у вас оценки, и в какие вузы тоже подаете. Потому что если вы, конечно, замахнетесь на Ivy League или топ-100 даже, то, конечно, там будет уже смотреть, с какими данными вы подаетесь. Да, но если у вас 4-point GPA, обязательно подавайте и в Гарвард, и в Стэнфорд и так далее. План А, Б, Ц, Д у вас всегда должен быть. Еще один вопрос. У Муров Максап пишет, что вопрос в чате вышли, не ответили. Это по школе как раз. А, по школе, да? Хорошо. Если вы тогда не против, если ни у кого вопросов нет, то, наверное, можно завершать сегодняшнюю нашу встречу, если вы не против. Спасибо, Асель. Увидимся в Вашингтоне. До встречи в Вашингтоне. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всем приятного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин